Добрый день, дорогие друзья. Спасибо Александру Капуненко. Напоминаю, что обсуждать программу действий и резолюции мы будем сразу после перерыва. Поэтому я прошу записаться в секретариате. Сейчас переходим к девятому пункту повестки дня. Слово представляется Валерии Комарову для сообщения о резолюции, посвященной выборам парламента непредставленных. Прошу, Валерий. Спасибо. Уважаемые единомышленники, уважаемые гости. У каждого из вас в папке есть проект резолюции Конгресса неграждан. Уверен, что вы самостоятельно сможете его прочесть, если уже этого не сделали. В своем выступлении я хотел бы заострить ваше внимание на нескольких аспектах. Прежде всего, хотелось бы ответить на вопрос, почему мы считаем необходимым проводить выборы. Зачем проводить выборы? Во-вторых, какими силами и средствами мы намерены осуществить эту идею? И, в-третьих, обратить ваше внимание на те трудности и сложности, которые нам предстоит преодолеть, поскольку во всякую деятельность надо входить с широко открытыми глазами и понимать, какие опасности нам предстоят. Итак, зачем заниматься столь непростым делом, как организация больших выборов в парламент неграждан? Как вы знаете, до сих пор активисты и общественники, боровшиеся за ликвидацию статуса неграждана, это были самовыдвиженцы, люди, которые брали на себя ответственность, провозглашали себя борцами, объединялись в группы, организации. Неграждане, как таковые, своих защитников не избирали и не имели возможности влияния на их дальнейшую деятельность. Это ни в коем случае не умаляет заслуг этих людей. Тем не менее, этот факт позволял властям игнорировать требования этих борцов. На международном уровне и в латышеском информационном пространстве этих людей клеймили радикалами, маргиналами, неудачниками, которых подстрекают спецслужбы недружественных в Латвии стран. Внутри же власти развертывали против активистов репрессии, используя весь административный государственный арсенал возможностей, начиная от спецслужб, полиции, службы госдоходов, судов. Тем самым людям просто затыкали рот. Все эти примеры вам хорошо известны. Будучи маленькими организациями, без широкой формальной поддержки, защитники и граждан не могли пробиться на серьезный международный уровень, что облегчало задачу латвийским властям. В тишине душить оппонента легче. Наша с вами задача – не предоставить такого удовольствия нашим оппонентам. Именно поэтому, дабы избежать такой участи и привлечь внимание к проблеме негражданства на самом высоком уровне, необходимо заручиться поддержкой самых широких масс неграждан и всех тех, кто заинтересован в том, чтобы статус негражданства был упразднен. Мы очень надеемся на то, что неграждане откликнутся на наш призыв и активно включатся в этот процесс. Наша цель – избрание негражданами и гражданами парламента из 30 человек, в котором большинство представителей будут неграждане. Этот парламент сможет избрать постоянное правление, которое, в свою очередь, на законных основаниях изберет постоянное правление и которое сможет представлять интересы неграждан на самом высоком уровне и делать это будет совершенно легитимно. Тем самым мы постараемся избежать того, чтобы нас по частям маленьких задушили. Еще одним фактором, который делает выборы необходимыми, на мой взгляд, является неверие окружающих в то, что неграждане вообще на что-то способны. Большинству, многие из вас, я думаю, слышали о том, что неграждан, в общем-то, уже не верят окружающих неграждан. Зачастую сами неграждане не верят в себя, что они способны что-либо изменить. Часто звучат в адрес неграждан упреки о том, что, мол, это неудачники, это те, кто не могут сдать экзамены, это те, кому уже ничего не нужно. Если мы сумеем организовать, провести на высоком уровне массовые, все латвийские выборы с участвием большого количества неграждан, то все эти слова разобьются, поскольку будет явно показано обратное. Мы можем организоваться, нам интересно, и с нами стоит говорить. Именно поэтому большие массовые выборы очень важны. Именно поэтому нам нужно осуществить такое непростое мероприятие, своего рода доказать всем и доказать себе, что мы это можем. Перейду ко второму вопросу. Какими силами и средствами мы располагаем для проведения выборов? Существует, по сути дела, два пути реализации любой идеи. Можно по-богатому. Если есть деньги, то можно нанять специалистов, которые грамотно проведут агитацию, организуют работу на участках, организуют сами эти участки, потом все очень качественно подсчитают, и все будет отлично. Но это не наш с вами случай, потому что денег у нас для этого нет. Но существует второй способ. Если не можешь заплатить, то сделай сам. И поэтому только от вас, всех здесь присутствующих, и тех, которые не пришли по разным причинам, но поддерживают эту идею, будет зависеть, состоятся ли выборы. Да, у нас нет средств, но если мы все включимся и сделаем это сами, сами проведем агитацию, сами организуем выбранные участки, сами организуем комиссии и будем в них участвовать, сами подсчитаем результаты, то мы сможем добиться результатов. Поэтому рассчитывать на деньги нам, конечно, не приходится. Деньги какие-то понадобятся. Спасибо тем, кто уже поддерживает нас и перечисляет деньги на счет организации. Мы, конечно же, надеемся, что неграждане и те, кто сочувствует этой идее и считает это несправедливым статусом, поддержат эту организацию, в том числе и финансово, поскольку никто не отменяет правила, кто платит, тот и заказывает музыку. Но, тем не менее, рассчитывать на большие средства нам не приходится, поэтому нужно рассчитывать только на себя. Пожалуйста, не оставайтесь безучастными. Не рассчитывайте, что 10-20 человек в правлении, инициативной группой что-то могут изменить. Мы можем координировать, мы можем вкладывать свои идеи, но без вашего непосредственного участия ничего не получится. Берите на себя ответственность. Уже сегодня вы можете, например, подать записку со своими именем, фамилиями, координатами, обязательно укажите, где вы находитесь, на какой район Риги, с тем, чтобы мы в дальнейшем могли использовать, и напишите, в какой деятельности вы бы хотели участвовать. Это серьезно бы нам помогло и облегчило дальнейшую организацию выборов. Теперь хотелось бы сказать о некоторых сложностях, которые нам предстоит преодолеть. Я уже упомянул в начале выступления о том, что стратегией давления латышской элиты на активистов, используя государственный административный ресурс, у нас сейчас примеров пруд пруди с газет не сходит. Не думаю, что нам удастся избежать это в полной мере, поскольку уже прозвучали первые кукареку в нашем направлении, уже первые латышские националистические одиозные политики бьют в напад, уже полиция безопасности занесла нас в какой-то там список. Тем не менее, есть и хорошие звоночки. Например, тот факт, что нам ответил, на наше официальное предложение ответил президент Латвии Андрис Берзинч, тот факт, что представители инициативной группы пригласили в комиссию Сейма по объединению общества, как-то сплочению. Эти факты говорят о том, что, возможно, в латышской элите есть люди, которые понимают необходимость решения этого вопроса. Надежда слабая, призрачная, но она есть. И я надеюсь, что количество этих людей, понимающих проблему, будет расти. Особую рубль в снижении необоснованного давления со стороны госорганов и правящей элиты мы отводим международным и европейским организациям, представительствам и посольствам государств ЕС, США и России. Хотелось бы поблагодарить их за то, что они до сих пор проявляли живой интерес к нашей инициативе. У нас было несколько очень интересных встреч. И мы очень надеемся и призываем их продолжить внимательно следить за ситуацией, а также принять по возможности активное участие в наблюдении за проведением самих выборов в парламентных граждан 1 июня сего года. Под пристальным вниманием международного сообщества мы будем во многом ограждены от необоснованных претензий и давления со стороны недобросовестных чиновников и политиков. Еще раз хочу поблагодарить представителей международных организаций и посольств, которые откликнулись на наше приглашение и посетили наше учредительное собрание, а также множество тех, кто не смог прийти, но вырезал свою поддержку и понимание словом и делом. Мы очень надеемся на продолжение нашего совместного сотрудничества. Несмотря на ранее указанные внешние сложности, должен заметить, что главные трудности в реализации такой большой идеи, как проведение выборов, я вижу внутри. Прежде всего, я говорю внутри нас. Эти проблемы внутри нас. И я говорю не о нас, как о небольшой группе инициаторов и активистов, а о нас, о всех нас, о всех негражданах и о тех гражданах, которые натурализовались. Во многом, наша неуверенность, наше неверие в себя, в свои силы может стать проблемой и может стать препятствием на пути реализации этой идеи. Дрязги и разноглазия между нами из-за чьих-то амбиций, чье-то нежелание быть гибким средством ради достижения главной цели, нежелание услышать товарища, обиды и мелкие обидки, все это может разрушить любую организацию и похоронить отличную идею. Поэтому я призываю вас воздержаться от этого. И, как говорят на Востоке, да не спошлет нам всевышней мудрости и терпения, дабы избежать этой участи. В заключении скажу, что принятие резолюции Конгресса неграждан является своего рода официальным стартом подготовки к проведению в парламент непредставленных. В этом документе в сжатой форме указаны основные цели и предпосылки, которые сделали выборы парламента непредставленных необходимыми. Я предлагаю вам всем прочесть резолюцию, обдумать ее и в конце сегодняшнего собрания принять. Спасибо за ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ